МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственную программу, в которой без риска для жизни и репутации мы наконец получили уникальную возможность донести до вас истину, которая по разным причинам очень сильно не вписывается в общепринятую картину мира. Итак, сегодня вы увидите. При Эльбрусе обнаружен захороненный во льдах отряд вермахта, что искала секретная миссия Третьего рейха. Вокруг столько непонятного, таинственного. Подземный тоннель в Кабардино-Балкарии привел к центру древней пирамиды. Там есть какая-то сфера. Куда ведут тоннели подземных городов? И кто создал эту паутину в недрах нашей планеты? Там дальше начинаются проходы и еще глубже. Сенсационная гипотеза. Земля вовсе не круглая. Есть ли доказательства? Не пропустите последнее сенсационное открытие экспедиции к самому центру Земли. Таинственная и жуткая находка сделана в При Эльбрусе, захороненной под лавиной отряд вермахта. Данных о его миссии нет ни в немецких, ни в советских архивах. Примечательно, что среди личных вещей погибших были найдены печать и чемодан с символикой общества Анненербе, оккультного подразделения Третьего рейха. Что искала экспедиция Анненербе в При Эльбрусе? Зачем было засекречивать эту миссию? Спелеолог из Нальчика Артур Жемухов вышел на след немецкой экспедиции. Неподалеку от захоронения он нашел пещеру глубиной 78 метров. Может, как раз она и интересовала отряд Анненербе. По гипотезе Жемухова шахта-пещера ведет в подземный город, тоннели которого протянулись до самого Эльбруса и дальше в Закавказье. Более того, подземный город построен под долиной пирамид. Сталкер, по мнению его коллег, готовился обнародовать новые сенсационные данные о своем открытии. Но случилась трагедия. Жемухов скоропостижно скончался. Что увидел спелеолог в пещере? И почему так и не успел рассказать об этом? Сразу несколько интригующих открытий сделано недавно под фундаментами древних сооружений. Таинственные ходы ученые обнаружили под долиной Гизы в Египте. Целый подземный город под пирамидами Теотиоакана в Центральной Америке. А теперь археологи обсуждают находки, сделанные в Прейльбрусе. Куда ведут тоннели подземных городов? И кто создал эту паутину вокруг нашей планеты? Комната королевы. Самое маленькое помещение внутри пирамиды Хеопса. Несколько десятилетий оно оставалось для ученых таинственным черным ящиком. Им не удавалось выяснить, что представляет собой эта часть знаменитой египетской пирамиды. Только в 1993 году немецкие инженеры применили новейшие технологии. Консоль с камерой позволила увидеть тоннель глубиною порядка 60 метров, ведущий от комнаты королевы к центру пирамиды Хеопса. Впервые удалось увидеть, что скрыто внутри. Что удивительно, на конце южной шахты оказалась дверь. Между прочим, сами шахты очень малы, их размер 20 на 20 сантиметров. Зачем создателям пирамид было проектировать подобные шахты-тоннели? Что самое удивительное, проложены шахты не горизонтально, а по диагонали. В чем их предназначение? Через дверь южного тоннеля исследователи протянули оптоволоконный кабель. Оказалось, что внутри пирамиды Хеопса скрыт еще один узкий тоннель. Представьте, если пытаться построить печную трубу, наклонно проходящую сквозь здание, это ужас. У строителей будет огромное количество сложностей. Так что эти шахты очень сложно построить, а значит, они были чрезвычайно важны. Куда ведут шахты-тоннели пирамиды Хеопса? С какой целью они были созданы? По одной из гипотез, пирамиды – это лишь видимая часть гигантского мегалитического комплекса. От наших глаз скрыты многокилометровые ходы и лабиринты. И все они еще не изучены. Плату Гиза, то, что мы видим сверху, вы не представляете, насколько уходит весь этот комплекс в глубину. Мы спускались, наша группа, в нижнюю камеру в пирамиде. В этой нижней камере там дальше начинаются проходы и еще глубже. Места, еще не так давно недоступные для человека, сегодня активно исследуют любители и профессионалы. Технология инфракрасной съемки из космоса позволила найти новые пирамиды в Египте, идентифицировать скрытые под землей объекты в районе Саккары. Миниатюрные роботы передают изображения ранее недосягаемых тоннелей Египта, Турции, Израиля, Болгарии. Оказалось, что земля буквально опутана сетью подземных ходов и загадочных лабиринтов. Подземные города находятся под египетскими пирамидами в пустыне Гиза. И их очень много, невероятное количество подземных туннелей, целых городов подземных под Южной Америкой. Они есть под Перу, под Боливией, под Бразилией, под Колумбией, под Аргентиной, под Чили. И даже из мельчаков столько ходило в эти подземные сооружения, что правительство, например, в Перу вынуждено даже входа было в них закрыть решеткой. Кто создал многокилометровые подземные тоннели? Что это? Древние склепы или убежища? Сложная архитектура подземных комплексов заставляет в этом усомниться. Возникают все новые и новые гипотезы. Спелеологические экспедиции пытаются выяснить, куда ведут таинственные лабиринты древних пирамид. Под всеми пирамидами в Китае, Египте, в Боснии, в Южной Америке под всеми обнаружена интересная очень сеть подземных ходов, назовем их так. Это уже не прорубленные при помощи там какого-то лазертовского, совершенно рукотворные, из камня сделанные, из блоков сделанные подземные помещения. 20 лет председатель регионального отделения российского географического общества в Кабардино-Балкарии, спелеолог Виктор Котлеров, занимается исследованием горных массивов Кавказа. Он собрал немало доказательств того, что в этой части планеты есть пирамиды. Зачастую их четкие грани скрыты зарослями леса, вершины разрушены временем. Но не заметить силуэт пирамиды, по мнению Котлерова, в ряде случаев просто невозможно. Есть удивительные две пирамиды в районе Эльбруса. Это так называемые вершины Кагутая. Они настолько ровные, настолько идеально, как сказать, подогнаны друг под друга, что действительно создается впечатление, что их сделали люди. Во время одной из экспедиций Виктор Котлеров добрался до Чигемского ущелья. Девять часов пути и на плато Кумтюбе, что в переводе с балканского означает «обожженная земля», было найдено сразу несколько гор-пирамид. А последний объект на карту мегалитов Кабардино-Балкарии Котлеров нанес всего пару месяцев назад. Черекский район окрестности селения Карасу. Обратить внимание на одну из вершин, похожую на пирамиду, спелеологу посоветовали местные жители. Достаточно ровный холм, конический, со скошенной вершиной. Достаточно невысокий, примерно 40-45 метров. Правда, стоящий в стороне от других, как бы сказать, в цирке гор. Он действительно вызывал какие-то вопросы. Много лет Виктор Котлеров проводил исследование совместно со своим коллегой-спелеологом Артуром Жемуховым. Эти кадры были сняты осенью 2013 года, незадолго до того, как Артур сделал свое громкое открытие. Он обнаружил здесь, в районе горного массива Харахора, вход в шахту-пещеру. Оказалось, что ее глубина составляет минимум 78 метров. Рядом с шахтой-пещерой найдена действительно пирамида. Потому что мы видим каменные блоки. Мы видим, что она достаточно равнобедренная. У этой пирамиды тоже есть какие-то свойства. В чем они заключаются, очень сложно понять. Но важно то, что люди, которые начинают этим заниматься, испытывают различное не только недомогание, но и, скажем так, по большому счету, происходят какие-то невероятные явления. Те, кто побывали у пирамиды Харахоры и шахты-пещеры, действительно часто жалуются на проблемы с сердцем. Но настоящая трагедия случилась с самим Артуром Жемуховым. Его сбил автомобиль. Накануне Артур сообщил, что готов сделать сенсационное заявление о своем открытии, но так и не успел. Случайна ли его гибель? Коллеги считают, что просто еще не время разглашать сведения о пирамидах Брильбрусе. Это был несчастный случай. Но вокруг столько непонятного, таинственного. И опять же, это все связано с пирамидами. В 1874 году на Кавказе побывал выдающийся английский альпинист Флоренс Кроув Гроув. Именно он первым оставил воспоминания о том, что одна из гор на Кавказе отличается, как писал Гроув, замечательно правильной конической формой. Гора находится в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии. Вершина настолько симметрична, что трудно представить, что она создана природой. Сегодня, благодаря экспедициям московских и кабардино-балкарских исследователей, уже ясно, что внутри пирамиды существуют ходы и тоннели. Фактически еще не изучены. В горе есть отверстие, допустим. Вот мы зажгли обыкновенную газету, вот вставили эту газету, так скажем, горящим концом туда. И дым пошел не к нам, а дым потянулся внутрь. Ну, значит, там есть какая-то сфера или, может быть, там вообще все пусто. Опять же, город Узлук, ни археологи, ни, может быть, какие-то другие службы, они, конечно, ее не обследовали. Еще больше вопросов у специалистов до сих пор вызывают так называемые казаны. Горы Кабардино-Балкарии, которые по своей форме напоминают оброкинутые вверх дном гигантские котлы. Есть версия, что это перевернутые пирамиды. Если взять, например, Кабардино-Балкарскую, вот эту вот подземную, даже не знаю, как назвать, перевернутую пирамиду, она на самом деле острием смотрит вниз, вглубь земли, то вообще непонятно, как ее можно было каким-то механическим образом делать. Хоть при помощи лазера, хоть при помощи, там, ядерных взрывов, я не знаю, как. Она просто там создана для чего-то. Но если в Кабардино-Балкарии есть пирамиды с длинными лабиринтами внутри, то кто их построил? Кому это было под силу? В селении Верхний Курб, на вершине горы пирамиды, археологи обнаружили останки керамики, наконечники стрел, бронзовые изделия. Ученые отнесли находки к хабанской культуре, шестому-третьему векам до нашей эры. Возвышенность высотой в 750 метров удобна с точки зрения обороны. Здесь отличный обзор. Это могло привлечь проживавшие в этих краях племена. Нартский эпос сохранил и легенды об этой горе. Но создавали ли предки Нарта в подземные шахты и лабиринты? Есть версия, что мегалитические комплексы Кабардино-Балкарии были построены гораздо раньше. И совсем другой цивилизацией, которая отлично разбиралась в астрономии и космологии. В летнее солнцестояние, самый длинный день, фронтовая часть пирамиды полностью совпадает в один градус с закатом солнца. А 22 декабря, самый короткий день в году, уже другой конец с восходом солнца тоже в один градус. И невольно напрашивается, не храм солнца ли это. Здесь в основном в начале 20 века показывают тесную связь мегалитических сооружений с религиозными практиками. Поэтому их и назвали храмами. Но не исключено, что эти сооружения имели и другое предназначение. Это были фокальные точки, то есть особо важные для общества места, где проводились какие-то собрания и ритуалы. Сегодня на Мальте найдено уже 23 храма, а когда-то их здесь было еще больше. Эти сооружения заставили ученых по-новому взглянуть на историю Мальты. В частности, на многочисленные тоннели, которыми буквально изрыт весь остров. Подземные залы и коридоры есть даже под дворцом великого магистра в Валете. На берегу неподалеку от Валетты, у бастионов, есть то, что мы называем батареи, места для пушек. Добраться до них можно через тоннели. Их создали рыцари для военных целей. Неужели подземные тоннели Мальты – это часть фортификационной системы острова? И их создали специально для обороны? Получается, что средневековым мальтийским рыцарям это было под силу. История ордена рыцарей и госпитальеров заставляет в этом усомниться. Когда орден был основан, сначала появился госпиталь. Поэтому мальтийские рыцари стали известны как госпитальеры. Потом, со временем, чтобы защитить пилигримов, которые путешествовали в святые земли, госпитальеры становятся и воинами. Но они никогда не прекращали медицинскую работу. Пособно было, считают ученые, привести человека в какое-то некое трансовое состояние или подобие подобного трансового состояния. Специалисты исследовательского института средиземноморских цивилизаций провели измерение резонансных частот внутри гипогея. Использовали приемник инфракрасных волн и резонаторы. Что же показали эти замеры? Полученные результаты заставляют пересмотреть знания по анатомии и физике. Сегодня ученым известно, что биологические ритмы всех растений и животных синхронизируются с электромагнитными волнами низких и сверхнизких частот, которые образуются между Землей и ионосферой. Планета задает ритм всему живому. Синхронизируется с так называемым резонансом Шумана и головной мозг человека. Похоже, что в древности тем, кто проектировал пирамиды и подземные лабиринты, об этом было хорошо известно. Более того, строители мегалитических сооружений умели искусственно создавать нужные им резонансные колебания. Так, в пирамиде Хеопса основная резонансная частота всегда постоянно и равна 12,5 Гц. Как выяснили ученые, эта частота благотворно влияет на человека, способствует оздоровлению организма. 7,8 Гц – это пограничная частота бета и альфа-ритмов головного мозга. 12 Гц – уже альфа-ритма. То есть считается, что они очень важны для организмов и могут даже при определенных волнах, ну, например, в частности, 12,5, развивать определенные способности. Больше экстрасенсорные, сновидческие способности. То есть человек становится, ну, более способен воспринимать информацию значительно при таких волнах, он в состоянии гораздо быстрее выучить иностранные языки. Ну и многое-многое другое. Это проводились исследования как НАСА, так и российскими военными. Измерения, проведенные в Гипогее, поразили ученых. Приборы показали, что частота звуковых волн в подземных залах выходит за пределы диапазона резонанса Шумана. По всем законам физики, частоты должны меняться в диапазоне от 7,8 до 43 Гц. В Гипогее датчик показывал 110 Гц. Многочисленные измерения показали, что резонансные эти частоты составляют 110-111 Гц. Это не входит в диапазон волн Шумана, но если выстроить дальше, в результате гармоники как раз в соответствии с музыкальными рядами, то это на более, как говорится, высоких октавах находится. Получается, что Гипогей позволял выйти за рамки привычной реальности. Но каких сверхспособностей позволяла достичь акустика подземного храма? Доказано, что здесь происходило изменение функции работы полушарий головного мозга. Кто мог создать подобное преобразующее пространство? Кто обладал такими научными знаниями? Что самое интересное, когда американские исследователи изучали подземный комплекс Нью-Гренш в Ирландии, они точно так же зафиксировали те же частоты 110-111 Гц. То есть это не уникальное явление ни гипогей, и точно такие же резонансные частоты мы видим у Нью-Гренш в Ирландии. Похожий акустический эффект кандидат геолога минералогических наук Александр Галтыпин обнаружил и в других подземных комплексах планеты. В пещерах Бет-Гаврин в Израиле проходно в Болгарии, в Афрегийской долине Турции. Высота сводов некоторых пещер достигает 30 метров. Залы, тоннели в несколько ярусов, наклонные лестницы. Кому было под силу все это построить? Очень часто на стенах вырезаны пирамиды треугольные, вот прям как пирамиды Хеопса, которые составляют такие ровные концентрические ряды по стенам, параллельные друг к другу. Очевидно, что они использовали все эти сооружения с какой-то акустической целью. Древние изображения пирамид сохранились и на стенах пещеры Лузит в Израиле. Сама пещера имеет форму колокола. В помещении с удивительной акустикой уже много лет проводят оперные концерты. Такого идеального звучания нет ни в одном современном концертном зале, оборудованном самыми новейшими акустическими установками. Но как такие пещерные комплексы использовали их создатели? По одной из версий, их строили для исцеления и продления жизни. Есть даже гипотеза, что еще дополнительно использовались саркофаги каменные, куда заливалась вода, определенные растворы, куда клались люди. И под воздействием таких вот резонансных частот определенных происходило омоложение организма и излечение от болезни. Эта гипотеза неожиданно нашла подтверждение в ирландском эпосе. Там есть легенда об источнике Слани. После битвы с мифическими существами, фаморами, смертельно раненых воинов приносили к целительному источнику и клали в саркофаг. На металлической посуде, созданной несколько столетий назад, сохранились даже изображения этого процесса. Неужели в древности существовали знания о том, как воскресить человека? Может быть, действительно, пирамиды и подземные тоннели являлись такими лазаретами? Эта видеосъемка проводилась внутри одного из тоннелей древней пирамиды, которая находится на Балканах. Объект исследует действительный член русского географического общества Валерий Уваров и Семир Османагич. Археолог из Боснии и Герцеговины доктор Османагич пирамиды на Балканах обнаружил еще в 2005 году. Сегодня ясно, что это целый мегалитический комплекс. Уже 10 лет в долине пирамид активно ведутся раскопки. Недавно археологи обнаружили эти тоннели, залитые водой. Что это? Может, грунтовые воды случайно попали в эту часть лабиринта? Исследователи полагают, что это не так. Как раз в этих тоннелях всегда протекала вода, и она выполняет свою функцию. Чем дальше мы проходим вглубь тоннеля, заходим в затопленную водой секцию, тем ощутимее здесь трансформируется энергия. Организм человека способен воспринимать эту энергию. Я уверен, что эта вода помогает трансформировать энергию. Это одна из самых активных пирамид, а я изучил едва ли не все пирамиды планеты. Моё мнение, эта пирамида готовит организм человека для взаимодействия с космосом. Семирос Монагич нашёл немало подтверждений тому, что боснийские пирамиды и их тоннели — это сложная система. Причём она действует и сегодня. Сохранились тоннели, часть из которых залита водой, и вот такие мегалитические блоки, сверху покрытые слоем глины. Нет только одной детали. А Смонагич считает, что на вершине пирамиды раньше находился огромный кварцевый кристалл. Он и превращал пирамиду в гигантскую энергетическую станцию. Здесь протекают подземные воды, высвобождают энергию. Энергия активизируется кварцевым кристаллом. Вокруг мегалита образуется энергетическое поле. Керамика вибрирует, и вибрация усиливает электромагнитное поле. Это излучение может быть измерено с помощью научного инструментария. Одна частота составила 28 кГц, вторая — 7,83 кГц. Внутри пирамиды создавался эффект, который современные физики называют пьезоэлектрическим эффектом. Этот эффект производит ультразвук. Мы не можем его услышать, но можем измерить. Но для каких целей использовалась эта гигантская пирамида-энергостанция? Сторонники этой гипотезы считают, что однозначного ответа на этот вопрос просто нет. Система пирамид и тоннелей была многофункциональной. И сегодня наша цивилизация создавать такие технологии еще не научилась. В том числе использовать для лечения людей и вплоть до различных других целей для получения электричества, если хотите, потому что звуковые волны, инфразвуковые волны, они способны трансформироваться и в электрические волны в том числе. Получается, что пирамиды и подземные комплексы были вовсе не усыпальницами или храмами. Доказательств этому становится все больше и больше. Смелую гипотезу о пирамидах и электростанциях выдвинул Кристофер Дан. Он исследовал пирамиду Хеопса. Во время одной из экспедиций Дан обратил внимание на то, что в покоях фараона на расположенных наверху гранитных балках есть сильные трещины. Что это? Результат землетрясения, как считают многие египтологи. Но тогда почему в других помещениях подобного не произошло? Пострадали лишь покои фараона. Кристофер Дан считает, что пирамида Хеопса – это бывшая электростанция. В результате аварии кислород попал в камеру фараона, и после этого произошел взрыв, который и повредил балки. Может, действительно, блоки большой галереи, коридоров и камер пирамиды Хеопса не случайно были настолько плотно подогнаны друг к другу? Камеры словно пытались тщательно изолировать. В так называемых покоях царицы вырабатывался водород. В покоях фараона этот водород переходил в высокоэнергетическое состояние. Если посмотреть на южную стену комнаты фараона, в ней имеются круглые отверстия, напоминающие антенну. То есть снаружи в пирамиду поступала энергия, которая стимулировала выделение водорода. Она собиралась в южной шахте и выводилась наружу. Техническое предназначение, возможно, имели и некоторые пирамиды Центральной Америки. Исследования, проведенные в древнем городе Теотиоакан, показали, что здесь при строительстве сооружений применялась слюда. Зачем? Ведь этот материал в наши дни используют, к примеру, для теплоизоляции. По одной из версий, на пирамиды с их подземными лабиринтами была возложена еще одна задача. Это были оборонительные системы. Нет, на вершины пирамид никто не устанавливал оружие, подобное современным ПВО. Но мегалитический комплекс действовал как акустическая установка. Он мог поражать противника без единого выстрела. Как поражать? То ли с помощью инфразвуковых волн на них наводить страх, панику, потому что известно, что некоторые волны вызывают такую панику. То ли действительно это какое-то энергетическое оружие, которое с помощью какой-то концентрированной энергии инфразвуковой поражало противника. Весной 1945 года во время рейса над Долиной Смерти в Гималаях летчик ВВС США Джеймс Каусман был вынужден пойти на снижение. Неожиданно один из двигателей самолета почти заглох. Топливо стало замерзать. Внизу экипаж самолета увидел гигантскую белую, сияющую на солнце пирамиду. Может, она и стала причиной технических неполадок? Доказать это экипажу не удалось. А за прошедшие десятилетия никаких новых данных о Белой пирамиде не появилось. Власти Китая предпочитают не проводить международных научных исследований на своей территории. Есть горное образование недалеко от города Сиань, которое, по-видимому, и связано с вот этой легендой о Белой пирамиде. И форма, нельзя сказать, что это правильная форма, которая обладает пирамида, но это пирамидоподобное образование. В китайской провинции Сиань были возведены сотни небольших пирамид. Обычно они четырехгранные, имеют скошенную вершину. Некоторые пирамиды уже изъедены эрозией и разрушены временем. Но масштабы древнего города пирамид все же еще очевидны. Зачем именно здесь было создавать этот комплекс пирамид? И кто его построил? Китайские гиды говорят, ну, это вот гробница императоров. Но на самом деле, по-видимому, эти пирамиды строились с другими целями. Для того, чтобы как-то придавать пространству, которое находится рядом, определенные формы. Для того, чтобы происходил вот этот энергоинформационный обмен. Получается, что древняя цивилизация обладала обширными научными знаниями, создавала гигантские пирамиды, прокладывала многокилометровые тоннели. И наши предшественники явно могли за себя постоять. Но в таком случае, куда исчезла эта высокоразвитая цивилизация? Почему о ней сегодня практически ничего не известно? К примеру, на Мальте, согласно официальной историографии, до начала бронзового века существовал так называемый стерильный период. Несколько сотен лет остров был необитаем. Переселенцы из Европы сюда еще не добрались, а прежние хозяева острова, те, кто создали подземные комплексы, будто исчезли. Болезней не было, никаких эпидемий не было. То есть вот те захоронения, которые были найдены, те останки людей, которые принадлежат именно этому времени, к этому времени, они не несут на себе остатков каких-то болезней, каких-то катастроф, то есть там не было извержения вулкана и того. Никто не знает. Ушли. Куда могли подеваться архитекторы мегалитических комплексов? Почему на территории всей планеты от этой цивилизации остались лишь пирамиды и подземные шахты, а сами люди словно провалились сквозь землю? Возможно, в этом случае образное выражение приближено к истине. Что, если представители предыдущих цивилизаций действительно освоили подземный мир нашей планеты? Причиной этому могла стать глобальная катастрофа. Вероятно, когда была смена полюсов, они вынуждены были прятаться под землей. Какая катастрофа могла заставить хозяев планеты покинуть ее поверхность и, возможно, освоить неведомые нам глубины Земли? Сохранились отчеты русских путешественников 18-го столетия на Байкал. В них есть сведения о льдистости здешних пород и ледяных почвах. Через столетия геолого-разведывательные работы подтвердили, что на этой широте возле Байкала действительно сохранилась вечная мерзлота. Как такое возможно? Есть гипотеза, что раньше Северный полюс находился чуть южнее Байкала, поэтому фрагменты вечной мерзлоты сохранились здесь до наших дней. А в районе Москвы месячная мерзлота, вот в районе по Долготе, значит, месячная мерзлота находится где-то, что-то, далеко возле Мурманска-Архангельска. Представляете, какая разница по широте? Сдвиг полюсов по этой гипотезе привел к катастрофе такого масштаба, что выжить на поверхности Земли было бы просто невозможно. Строители пирамид могли спрогнозировать эту глобальную катастрофу и направиться к центру Земли. Ведь оставаться даже в подземных комплексах глубиной в десятки метров было уже небезопасно. Исследования показали, что катастрофа затронула и эти подземные сооружения. Я видел, как отдельные блоки по сдвигам перемещены на метр и более расстояние друг от друга. Сильно охвачен вторичными изменениями гидротермальными. То есть, как бы я сказал, претерпел этап тектономагматической активизации, который выяснен во время катастроф. То есть претерпел катастрофу. И как датирует 6-й, 11-й век нашей эры? Я думаю, 10-12 миллионов лет до нашей эры, реальный возраст этих сооружений. За миллионы лет наша планета многое пережила. Древний мир не раз был разрушен землетрясениями, потопами, пожарами. Скальные комплексы, безопасные пещеры и тоннели, конечно, не могли пустовать. Их использовали разные племена и народы. Так пещеры Каппадокии и Фракийской долины современной Турции служили убежищем для первых христиан. Но кто поверит, что эти сооружения были построены членами небольшой религиозной общины, к тому же гонимой римлянами. Древние постройки лишь в очередной раз использовали как укрытие. А созданы они, судя по находкам геологов, гораздо раньше. Я проводил анализ этих пород. Там и железо, и марганец, и медь. То есть это явно вот эти окислы, гидроокислы, которые окоплены. И, например, в Центральном Израиле, в районе Адулама, мы определили 1,5-2% иридия. То есть иридий, который находится на стенках, это вообще считается элемент, свидетельствующий катастрофе космического масштаба. Могли ли наши предшественники выжить во время последней глобальной катастрофы? Может, им удалось освоить другую, пока скрытую от нас часть Земли? Это кажется невероятным. Но по одной из гипотез, параллельная цивилизация по сей день существует внутри нашей планеты. До сих пор существует параллельная человеческой, которая обитает на цивилизации, на поверхности Земли, скажем так, подземная цивилизация. И даже рассматривается гипотеза совершенно фантастическая, хотя она и обоснована рядом с серьезных людей, что Земля вообще полая, и что на ее внутреннем своде, на внутренней поверхности, развитающей цивилизации живет. Написанные на санскрите тексты повествуют о неком центре Земли Агарти. Это обитаемый континент. Его население составляет 20 миллионов человек. Причем, если верить записанным тибетским легендам, это весьма высокоразвитая цивилизация. Они используют летательные аппараты. Через тоннели и горные озера при необходимости поднимаются на поверхность Земли. Может, это и объясняет появление НЛО в разных уголках планеты? Неужели обитаемой может быть не только поверхность Земли? Описывают случаи, когда слышат шум каких-то машин, которые работают где-то на глубине, а хотя здесь нет горных выработок, нет геологов. Согласно документам, архивным документам, находится на глубине 450 метров. И сам туннель составляет из себя полторы тысячи километров. И база эта надходится под озером Восток. Под тем самым озером Восток, над которым сегодня российские ученые пытаются сверлить буром вот эту большую глубину 4000 метров. И не досверлили там буквально несколько сотен метров. Сохранились нацистские карты и инструкции по прохождению морских глубин. В одной из них говорилось, при прохождении пути по поверхности внутри грота возможно появление как воздушных, так и подводных объектов. Запрещается обстреливать эти объекты. Неужели немцы столкнулись с представителями иной цивилизации? Цивилизации, которая обитает на внутренней полости Земли. Мне довелось даже в руках держать, скажем так, инструкцию Рейха об отборе членов команды подводных лодок для вот походов в Антарктиду. Вот в этот там подземный, подводный ангар, чтобы они заходили, чего-то там выгружали там и так далее. Инструкция такая. То есть это неоспоримый факт. Такие экспедиции были. Мало кто знает, что о тоннелях, которые связывают поверхность планеты с подземным миром, почти сто лет назад писал русский археолог Николай Виноградов. В 1926 году он, сотрудник Карельского научно-технического института, был выслан на Соловки. Виноградов одним из первых зарисовал и описал русские северные подземные лабиринты. Исследователь Лидия Ефимова этот вопрос изучила на практике. Она совершила несколько экспедиций в подземные шахты Кольского полуострова. Но выяснилось, что задолго до этого, в середине прошлого века, здесь уже побывали ученые Анна Нербе. Третий рейх исследовал подземные шахты не только в районе Южного полюса, но и здесь, на севере. И этому есть материальные доказательства. Какой-то там странный под горой завал камней. Я обратилась к военным, и они мне рассказали, и даже показали фотографии, что они мне помогали, что там находился внутри военный завод немецкий. И они взорвали после войны входы. И там до сих пор железо ржавеет. Внутри большие пустоты. Кто помешал ученым Третьего рейха проникнуть в древние подземные тоннели Антарктиды и Русского севера? Все экспедиции были спешно свернуты. Немцы покинули подземные шахты и даже засыпали вход в подземелья Кольского полуострова. Кого могли встретить немцы в таинственных подземельях? Кто дал им отпор? Современные ученые и вовсе пришли к выводу, что планировать исследование многокилометровых подземных тоннелей пока рано. Дело в том, что нельзя спрогнозировать их результат. Ошибочными могут быть даже наши представления об облике нашей планеты. Она может оказаться не сферической формой. На этот счет есть весьма смелые гипотезы. Она имеет форму рупора, так скажем. Такая форма. И мы находимся на внутренней стороне рупора. Поэтому, если оттолкнуться от этой теории, то можно уже дальше погадать, например, по поводу пирамид. Потому что пирамиды уже, получается, это, ну, как некие поры. Могут ли пирамиды и их тоннели соединять несколько измерений? Быть порталами между нашей и параллельной цивилизацией? Последние научные открытия заставляют расширить границы сознания. На Земле, похоже, есть территории, которые контролируют неведомые нам силы. Липецкая область. Казалось бы, никаких пирамид и лабиринтов. Но начиная с 50-х годов, здесь фиксируют необъяснимые явления. У местных жителей случаются частые мигрени. Съемочная аппаратура фиксирует шарообразные плазмоиды. Эту территорию назвали Барковским треугольником. По аналогии с Бермудским. Наблюдение того, что называют привидения, призраки, наблюдение того, что называют НЛО. И даже катастрофы самолетов, которые, так сказать, вроде следуют нормальным курсам, а потом клюют носом и там падают в землю. Ну, это, естественно, аномальные, так сказать, события, которые списываются за счет всяких там разных, так сказать, совершенно несвязанных причин. Никто в голову не берет, что, например, самолетом просто не надо летать над этим районом. Вот и все. Чем можно объяснить все эти аномальные явления? В Липецкой области сохранились древние каменоломни. Во всяком случае, так называют объекты, похожие на горные выработки. Только неясно, что строили из добываемых здесь камней. И строили ли вообще? Есть версия, что так называемые каменоломни – это остатки древней системы подземных тоннелей. И как раз из-за этих тоннелей в Липецкой области и происходят частые аномалии. Стоит ли заглядывать вглубь подземных лабиринтов и шахты пирамид? Кого мы можем там встретить? И сможем ли вернуться обратно? С древних времен входом в иное измерение считается легендарный лабиринт Минотавра. Мифическое сооружение долго искали на Крите. На северных скалах острова были найдены рисунки лабиринтов. Они запечатлены на монетах Крита. Однако сами лабиринты, точно соответствующие этому древнему рисунку, до сих пор так и не обнаружили. Но их дальнейшие поиски правительство предпочитает не проводить. Более того, вход во многие тоннели и лабиринты сегодня и вовсе закрыт. Почему власти многих стран, как и официальная наука, предпочитают словно не замечать гигантских подземных мегалитических комплексов? Может быть, пока не удалось получить разрешение на их исследование. Разрешение от тех, кто обитает в той части Земли, куда ведут подземные лабиринты. Вы смотрели самые шокирующие гипотезы. Единственную программу, где без ущерба для репутации мы с вами можем говорить да о чем угодно. А еще мы ждем ваших вопросов на любые самые рискованные и необычные темы, которые волнуют вас. Пишите нам на электронную почту. Миллионы долларов на войну с Советским Союзом. На чьи деньги воевал Гитлер? Американские банки были вовлечены вот в эти крупные финансовые потоки по финансированию, снабжению воюющих армий. Танки из Швеции, самолеты из Бельгии, молоко из Дании и стильная форма для офицеров гестапо от Хьюго Босс. Как европейские бизнесмены бились за заказы фашистской Германии? В одной только Франции фюрер получил немцы получили 5000 паровозов для своих вооруженных сил. Принято считать, что в годы Великой Отечественной войны наша страна воевала с фашистской Германией. Нет. Факты свидетельствуют. Против Советского Союза тогда во главе с Германией воевала почти вся Европа. Сегодня мы говорим об Европе, Евросоюзе на самом деле. Первый Евросоюз под нацистским знаком появился в 1940-1941 году.